Ну а пока реклама двигатель торговли и ее никто не собирается отменять, менеджеры по продажам занимают лидирующую позицию на рынке труда. Что именно хотят? Увидеть компании в кандидатах на эту должность, какую зарплату и главное, какие условия труда предлагают таким специалистам, выяснял мой коллега Иван Пашков. Сезон охоты на продажников объявлен открытым. Предпосылки для этого появились не вчера. Всему причиной снижения покупательской активности. И чтобы вернуть утраченные позиции, многим компаниям пришлось менять подход. Некоторые крупные торговые операторы сосредоточились на закупке товаров, которые гарантированно принесут прибыль. А кроме этого, развернули выпуск продуктов под собственными брендами и стали вытеснять с магазинных полок международные марки. Компании-производители, в свою очередь, начали искать специалистов по реализации маркетингу. В данной ситуации менеджеры по продажам почувствовали себя на коне и стали менять работодателей в поисках лучшей зарплаты. Если человек имеет 2-3 года опыт, я думаю, от 50-60 тысяч рублей можно ожидать как начинающая заплата. Мы опросник сделали, и 35% наших кандидатов готов перейти, если увеличение больше, чем 20-25%. Компания, с другой стороны, рассчитывает на 10-15%. Поэтому они где-то в середине обычно договорятся. Сегодня на кадровом рынке за профессиональных менеджеров по продажам идет настоящая борьба. Если раньше кандидатуру можно было рассматривать по полгода, то сейчас, буквально через день после заявления о поиске работы, такой специалист получает контрпредложения от своего работодателя, а затем несколько предложений от компаний-конкурентов. Впрочем, гонка за зарплатой для кандидата тоже не всегда оправдана. При каждом переходе зарплатное ожидание сотрудника становится все выше и выше. И в какой-то момент он становится недоступным по зарплатным ожиданиям для той позиции, до которой он претендует. И зачастую компания принимает решение промотировать внутренних сотрудников, а не отдавать предпочтение внешнему кандидату. Молодые специалисты, которых можно взять на работу за 30-40 тысяч рублей, растущую проблему не решат. В ближайшие полтора-два года работодатели столкнутся с последствиями демографического спада 90-х годов, предупреждают эксперты. Новых работников физически не хватит для того, чтобы закрыть все вакансии, необходимые для развития бизнеса. А заменить их в 30-40-летними тоже вряд ли получится. Дело в том, что корпоративные культуры большинства российских компаний рассчитаны в первую очередь на молодежь. Люди старшего поколения просто не могут вписаться в этот коллектив, понять их юмора, картинок на стенах, фотоколлажи, или даже вот такой вот мелочи, как запасные мозги на рабочем столе. Это, кстати, подушечка для отдыха и массажа кисти. Никто из работодателей не заявляет открыто, старикам здесь не место. Но найти на должность менеджера по продажам солидного человека, который будет энергичным, креативным, с предпринимательской жилкой и аналитическим складом ума, а это стандартные требования кандидатам, удается крайне редко. Люди, возможно, уверены, что они могут продать все без каких-либо навыков. А когда они сталкиваются с тем, что это на самом деле достаточно сложный процесс, это должна быть психология, знание человека, тогда они уже приходят на курсы. Желающих научиться продавать сегодня много как никогда. Как нам рассказали в учебном центре, уже не редкость, что на курсы сейлз-менеджеров к ним приходят записываться как молодежь, так и москвичи пенсионного возраста. Иван Пашков, Москва, 24.